Так, всем привет. Меня зовут Чернов Иван. Надо, наверное, странный нейминг доклада на самом деле. Ну ладно. Немножко познакомимся. Я питон-разработчик в Островке. За последние два года через мои руки прошло достаточно много сервисов. Сначала бэкэндсайда, потом платформа e-mail маркетинга, потом бэкэнд бронирований. И, собственно говоря, о чем и как мы сегодня будем разговаривать. О чем? Я бы хотел донести мысль о том, как поменялась экосистема питона с позиции того, как устанавливать библиотечки к себе в проекте. Как? Ну мы на самом деле просто тривиально будем идти по шагам, смотреть, как ставили раньше, а потом я вам расскажу, как ставить по-новому. Не больше, не меньше. Будет очень много shell команд, но они все тривиальны, поэтому я надеюсь, никаких проблем не возникнет. Погнали. Значит, допустим, есть какой-нибудь разработчик, например, я. Нужно начать новый проект. В проекте, ну он, например, на джанге. И мы его, собственно говоря, начинаем. Первая, наверное, команда для всех это people install django. Зафризим свои зависимости, посмотрим их. И кто понял, какую ошибку я допустил? Понятно, я virtualenv забыл создать. Вот, в общем, поэтому всегда создавайте virtualenv. Надеюсь, вы все используете питон старшей версии, чем 3.5, поэтому virtualenv там идет вообще из коробки. Так что используем это, активируем, ставим джангу, лочим зависимости, смотрим. У нас только джанга и PyTZ, которые она, соответственно, принесла с собой. Проходит всего несколько моментов. Вы начинаете писать туда бизнес-логику, вам нужно добавить какие-то новые ручки. Не знаю, вы ставите там джанга, rest framework, еще какая-нибудь штука. И вот сколько у вас примерно зависимостей после этого получается? Неплохо, вы хорошо пишете проекты. Ну, можно и так, да. То есть я не стал в качестве примера использовать flask, потому что с flask сразу workzoic еще прилетит, джинджу туда надо поставить. Не две их было бы сразу. Не, на самом деле я посмотрел в своем проекте, их там 125, поэтому недалеко от истины. И дальше начинаются вопросы. Вопросы вообще все, в принципе, зависимости у нас запинены или нет. Есть ли какие-нибудь конфликты в этом дереве? То есть, возможно, разные версии нужны одной и той же зависимости. Такая, скорее, вишенка на торте на тему того, что просмотреть дерево всех зависимостей. Тут вы, наверное, мне скажете о том, что можно поставить какой-нибудь PIP3 и все это прекрасно посмотреть, но редко бывает нужно. Ну и главное, как, в общем, поделить prod, def и тест зависимости, потому что вот у вас есть requirements.txt, окей, вы можете его побить на много txt-шных файлов, но может есть что-то посовременнее. И здесь, чтобы ответить на эти вопросы и как-то их решить, приходит pip-tools. Что такое pip-tools? Вы его устанавливаете в систему, рядом делаете файлик не requirements.txt, а requirements.in, засовываете это в pip-tools, он вам, соответственно, делает сам requirements.txt, и он вроде бы ничего не отличается, но на самом деле, когда у вас зависимости много, он пройдет, он проверит, что ничего с друг другом не конфликтует, а также сам requirements.txt он отформатит таким образом, что он всегда будет по алфавиту, что приятно для тех, у кого OCD или OCR, не знаю, как вам приятнее это слышать. И, во-вторых, есть такая маленькая фишечка, он в комментах будет писать, собственно говоря, из какого пакета к вам прилетела какая зависимость, что достаточно удобно. Поэтому, если вы не используете pip-tools, то используйте pip-tools. Использовать его легко. Копируете свой requirements.txt в requirements.in и убираете, чекаете те библиотеки, которые у вас в качестве sub-dependencies пришли. Поэтому у вас, грубо говоря, будет два файлика. Один, собственно говоря, тот, который использует ваш проект, а второй уже со всеми зависимостями. Но логичный вопрос, зачем я сюда пришел с названием pip-file, pip-env, если я пропагандирую другую тулзу. А давайте мы немножко дальше пойдем и поймем, что не все в мире веб-приложения. Иногда нужно писать библиотечки для других. И тогда мы берем в правую руку disto-tools, если по-старому в левую руку setup-tools. Пишем наш прекрасный setup-py. И возникает вопрос, а что если в нашем setup-py попадется какая-то внешняя зависимость? Ну, та, которая с питоном в стандартной либе не идет. На самом деле ответ достаточно простой. Pip просто не поставит эту библиотеку. Я, правда, не знаю, но не было у меня пока в практике такого опыта, чтобы нужно было внешней библиотеке, не питонячая, но был пример с библиотечкой, которая решила конвертировать из Макдауна в RST на моменте setup-py, и поэтому она не ставилась. Так что питонячее сообщество собралось и решило сделать PEP. В PEP говорится о том, что разработчику надо дать возможность собирать билдовую систему, для того, чтобы если у кого-то нет каких-то зависимостей в системе, то их, чтобы доставилось. Что они придумали? Они придумали, что в корне вашего проекта всегда должен лежать PEP-файл в формате TOML, в котором уже, соответственно, будут все зависимости описаны. Рядом с этим файликом будет лежать PEP-файл LOG в JSON-формате, в котором будут запинены вместе всеми подзависимостями. И eventually когда-нибудь сам PEP через опцию "-p", начнет ставить не через setup-py, а с помощью этого PEP-файла. Этот PEP очень веселый, на самом деле. Там можно на него перейти и почитать, какие названия еще хотели давать ему. Там был всякий dst.toml, но я очень рад, что за него не проголосовали в сообществе. Но главное, о чем я там веселым прочитал, это какие были другие идеи форматов для этого файлика и почему их отрежектили. JSON, понятно, слишком вербозный. Ну, то есть как бы и редактировать сложно из-за этого. ConfigParser вроде входит в стандартную библиотеку, но синтаксис так себя. Можно было использовать дикты, но люди подумали, а вдруг кто на Rustic нам ToolZoo напишет, и как вот он эти дикты будет парсит. Вообще я люблю формат YAML, скажу честно. Мне кажется, он нормальный. Но если посмотреть то, что написано в PEP, то первое, что они пишут… Ребята, вы знаете вообще, что там спецификация 86 страниц? Ну ладно, окей. Даже если 86 страниц, там он небезопасный по умолчанию. Можно туда командочки шаловские подсунуть, и он все проэкзекьючит. Ну ладно, это вас не пугает. Сам проект по YAML, он кроме того, что питаньячий код содержит C-шный код, и как бы PIP пришлось это вендорить бы. Ну, в общем, так себе идейка. Давайте наконец-то все-таки посмотрим на сам PIP-файл. Это все, все следующие слайды сейчас будут из одного PIP-файла состоять, просто не поместились на один слайд. Начинается все с того, что задается массивчик source, в котором указывается URL на PIP и его имя. Ну, то есть их может быть много. И вот этот name, он делает key value, соответственно, из какого PIP вам нужно ставить. Второе. У нас есть директива packages. Это, собственно говоря, все ваши зависимости. Их в привычном формате можно указывать, какой версии надо ставить. Плюс можно указывать, может быть, из гитая, из какого-то репозитория, с какой коммит конкретно. Вместо директива git можно указывать директиву файла, качать какой-то конкретный файл. Приятный бонус, что можно указать, что какие-то зависимости можно качать только при определенной версии ОС. И главное, о чем я, наверное, несколько раз уже говорил, это то, что теперь в этом одном файле можно говорить, какие у вас зависимости прот, какие дев и разделять их. Как все это добро использовать? Ну, в общем, ставим PIP-env. Что такое PIP-env? Это библиотечка от Кенса Райца. Это создатель библиотечек реквеста и авто-енв. Я надеюсь, вы их знаете. Он менеджит три вещи. Он менеджит сам PIP-файл, его лог-файл и virtual-env. Что меня больше всего радует. Значит, вы идете в свой проект, и даже если у вас есть requirements.txt, то когда вы сделаете команду PIP-env install, он этот requirements.txt переконвертит автоматом в PIP-файл. Но есть одно но. Если у вас там используется какое-то кастомное PIP-и, то эта команда упадет. Она создаст PIP-файл, но не сможет его залочить. Поэтому надо просто поменять PIP-и на тот, который у вас используется, прогнать PIP-env log еще раз, и все будет нормально. Значит, как потом использовать? Раз у нас не нужно активировать virtual-env, и PIP-env сам его менеджит, то есть два способа. Первый способ делать через PIP-env run это запустит питон, интерпретатор питона из virtual-env. Либо же по старинке можно набрать в папке PIP-env shell, и вы уже, собственно говоря, в вашем virtual-env. Очень важно переходить в директорию, где лежит проект, потому что PIP-env отслеживает по путям, собственно говоря, какой virtual-env ему брать. И здесь тоже могут быть косяки, если вы периодически там директорию у себя перемещаете, и так далее. Есть проблема. Если PIP-env ставит библиотеки в вашу home-deer и сам создает virtual-env, то как его использовать с докером? Потому что докер и так по себе является изоляцией, зачем там ставить в какой-то virtual-env и вот этот лишний overhead? На этот случай у PIP-env есть опция system, которая ставит уже непосредственно в системные каталоги. Поэтому используйте ее. Ну и, соответственно, кроме requirements.txt вам нужно будет как бы PIP-файл и PIP-файл.log копировать в ваш образ. Итого. Все зависимости запинены. Все ваши virtual-env лежат в стандартной директории, которую за вас определил Kenneth Srights и как он считает правильно. Хотя на самом деле через настройку вы можете поменять директорию. Вы можете разделять пакетики и eventually PIP будет это поддерживать, значит все на это будут переползать. Мне показалось, пока я использовал, что технология еще все-таки слишком молодая и когда вот случаются какие-то косяки типа как с PIP-кастомным или когда ты набираешь PIP-env в shell, а он не может найти virtual-env, создает его заново и там все пусто. В общем, не очень удобно. У нас в проекте была применена такая схема разделения техтишных файлов, чтобы зависимости, которым нужны какие-то билдовые штуки типа Psyc.pg, они ставились чуть раньше и потом шли чисто питаньячьи библиотеки. Поэтому кэш, ну тут в итоге это будет все лежать в одном файле, и докер не будет использовать кэш. Поэтому как бы сам степ с установкой библиотек будет подольше. И теперь, когда вы в PIP-файле будете обновлять версию пакета, вам еще нужно будет прогонять командочку PIP-env log. Ну то есть как бы раньше вы просто в одном текстичном файле меняли и ничего больше не делали по факту. Там у вас цайка собрала и все, она с новой версией пакета. То есть здесь, в общем, два степа надо сделать. Полезные линки. В общем, в Островок Хайрит мне нужно два питаниста, один гофер, один фронтендер. Просто найдите меня в синим или пишите мне в Телеграм. И фолловьте меня на Твиттере, а также я готов выслушать ваши вопросы. Спасибо, Иван. Слишком уверенно поднял руку, я теперь переживаю. Привет, спасибо за доклад. Очень интересно. У меня простенький вопрос. Не смотрел ли, собираются ли, есть ли какие-нибудь планы по тому, чтобы втащить в пип всякие удобные штуки для создания скелетов приложений, по темплейту, запуска. Ну, то есть практически то, что было в пипенве, только чтобы это можно было делать пипом. Типа пип new, там, не знаю, темплейт джанга. Мне кажется, с этим отлично справляется куки-каттер. Каждый может себе написать, что хочет, и в стандартной библиотеке питона я бы не хотел, чтобы это было. А, ну, там, типа тузы из других языков, типа карго или там ленинген, они же это делают. Это очень удобно. Ты можешь сразу получить рабочий проект. Окей, спасибо. Я, кстати, забыл сказать, там был про граф зависимости, я говорил, в пипенве есть командочка пипенвграф, и она автоматом его построит. Это встроено. Окей. Так, еще вопросы? Руки тянем. Руки тянем. Все-таки пицца была в начале, люди уже так немножко спокойные. Ну, просто, видимо, сначала про скрам, из племя до вогнива, теперь про питон. Да, да, да. Ну что ж, давайте дальше пойдем. Окей, спасибо большое, Иван. Спасибо.